Продолжение следует... Не стоит удивляться отсутствию публики, ее нет. Тем не менее, начнем с того, чем мы практически закончили в прошлый раз, а именно, когда мы разговаривали про Shell, мы обратили внимание на то, что Shell это такой специальный язык программирования, который наиболее адекватно приспособлен для управления системой. В частности, управление процессами в Shell это, в общем, довольно простая штука. Запуск процесса в фоне оказался очень простой вещью, но мы еще к этому вернемся. А то, что мы говорили в прошлый раз, это подстановка и конвейер. Перенаправление вывода процесса в файл довольно простая вещь. Не менее простая вещь, это перенаправление вывода одного процесса на ввод другого, ну что-нибудь вот в таком духе. Вот он нам считает количество строк, количество слов и количество букв, кажется. Вот. А если вот так, то будет байтер. Нет? Вот. Значит, байтер. Ну, как-то так. Вот. Значит... Почему я это вспоминаю сегодня? Потому что в данном месте мы видим взаимодействие двух процессов, которые нам организовал, с одной стороны организовал Shell, с другой стороны операционная система. Shell что сделал? Shell закрыл вывод, переоткрыл вывод процесса ЛС из стандартного ввода терминала на специально заведенный файл объект под названием канал. Вот. Затем он запустил процесс, у которого переоткрыл ввод из этого канала. Поскольку канал, он однонаправленный, вот этот процесс туда пишет, вот этот оттуда читает. Вот. Оба этих процесса, в принципе, не обязаны знать, что у одного стандартный вывод, а у другого стандартный ввод этот канал. Они вполне могут считать, что это просто стандартный ввод. Хотя, конечно, ЛС, например, проверяет такие вещи. Ну, есть там терминал или нет. Но это, в общем, с точки зрения именно, что объединение нескольких процессов через канал по вводу-выводу, это не важно. Вот. Соответственно, вот это у нас было в прошлый раз. И еще раз, еще в прошлый раз мы заметили такую простую штуку, как подстановка результатов работы команды в качестве строки в, допустим, переменные. Ну, или вообще в любое выражение, которое запрограммировано на языке Shell. Мы можем сказать что-нибудь типа такого, там, не знаю, date, а можем сказать что-то типа d равняется, и тут вот написать date. Это не так. Вот так. Вот такая конструкция. Есть еще более старая конструкция, которая с обратными, с бэктиками, с обратными апострофами, вставляет в качестве строки результат работы вот этой команды. Очень удобно. И этим можно активно пользоваться. И этим активно пользоваться при программировании на Shell. Ну, вот. Обе эти способности Shell легко манипулировать процессами. Говорят нам о том, что вообще, говоря, процессы, это одна из составляющих архитектуры системы, которая накручена вокруг Linux, ядра. И вот этими самыми процессами мы немножко и займемся сейчас. Вот. Смотрите-ка. У нас есть объекты системы. Кои по большей части файла, вот, везде лежащие. Это идея, что все есть файл в Linux, достаточно глубоко разработанных, хотя не так сильно, как в экспериментальных операционных системах, вроде того же Plan9 или кто там еще у них есть. Ну, неважно. Главное, что очень многое является в Linux файлов. В том числе, например, мы в прошлый раз посмотрели, некоторые файловые системы, содержащие информацию, содержащие файлы, внутри которых представлена в том или ином виде информация об самой операционной системе или аппаратном обеспечении. На самом деле, это тоже такая фикция. Мы просто представляем в удобном для нас файловом виде вот эту информацию. Так что файлы – это основной объект системы, точнее не файл, а, скажем так, объект файловой системы, потому что там будут файлы, каталоги, специальные файлы, каналы, как мы только что говорили, сокеты, как инструменты для синхронного обмена данными, ну и так далее. Вот. Если объектом системы является файловый объект или файл для простоты, то кто же является субъектом системы? Субъектом системы является процесс. Вот. Неверно думать, что субъект системы – это пользователь, потому что пользователь снаружи компьютера, он в систему не входит. Значит, частью системы, собственно, то, что осуществляет доступ к файлам – это процессы. Поэтому, когда мы будем говорить про права доступа, мы будем говорить про права доступа процессов к файлам, ну и, возможно, к каким-то еще объектам системы будет таковы появиться. Но, кажется, в сегодняшней лекции их не будет. Ну вот. Как мы уже говорили, есть специальный каталог системы, он называется Proz. В котором, помимо того, что есть достаточно много информации о самой системе, о том, как она устроена, о ее различных параметрах, есть также информация о всех запущенных в ней процессах. Вот. Устроено это очень простым способом. У нас у каждого процесса есть уникальный идентификатор. Вот эти вот числа – это и есть идентификаторы процесса. Вот. И в виде виртуальной файлы системы про каждый из процессов, ну, допустим, не знаю, про какой-нибудь, мы можем узнать, ну, допустим, про процесс, ну, не знаю, там, 1, 3, 5, 5. Целую кучу информации о том, какова его структура. Вот, да, значит, ну, например, например, где тут cmdline, например, из какого, какая была командная строка для его запуска, вот я отметил черным, там перевода строки в конце нету, там 0 в конце, символ с кодом. Например, какую память он занимает, какие у него открытые файлы. Интересно, нам дадут посмотреть, какие у него открытые файлы. Да, вот их целых, целых 7 штук. Вот. Из них почему-то 4 это девнул, один сокет, один анонимный файл А, который отслеживает события, да, понятно, и еще один сокет. Вот. Ну, короче говоря, значит, файлы системы слэш-проц нам показывают довольно полную информацию о том, что у нас творится с процессами. Вот. Есть такая программа PS, которая показывает, ну, вот, PS просто показывает процессы, связанные с текущим терминалом, PS минус U, кажется. PS, сейчас скажу, что именно, PS минус, не помню. Минус A. Нет. Минус X. Ну, что ж такое? PS минус X показывает вообще все процессы. Минус AX показывает совсем все. AX. Вот. Во, вот их тут много. Что еще может быть? Ну, в общем, это не очень важно. Важно, смотрите, что. Важно то, что у каждого из этих процессов есть свой идентификатор. Вот. Процессы, чьи имена, чьи имена в квадратных скобочках. Это на самом деле части ядра. Ну, просто планировщик в операционной системе так устроен, что он планирует запуск процессов, в том числе и кусков ядра каких-то. Так что вот это вот все с самого начала, кроме процесса номер один, который, согласно стандарту, должен быть процессом init, отцом всех остальных процессов. Вот это ядро, ядро, ядро. А дальше уже запущены во время старта операционной системы различные процессы. Командочка PS фактически гуляет по каталогу слэш-проц и выковыривает оттуда нужную информацию, просто в более упакованном виде, чтобы мы могли просмотреть, как все это выглядит. Надо сказать, что программа PS очень-очень-очень древняя. И у нее есть как бы два синтаксиса. Вот можно так сказать, а можно так сказать. Или AX. Вообще не использовать ключ-минус. А можно сказать минус EF. Будет то же самое, только в слегка другом формате. Если будем читать документацию по PS, мы увидим, что там описано отдельное поведение PS, если ключ начинается на минус, и отдельное PS, если ключ на минус не начинается. То такой, то такой. Так называемый BSD и System5 вариант. Делают они одно и то же, просто когда эта программа появилась, люди еще не договорились о том, как унифицировать параметры программе. Ну вот. Я буду иногда сбиваться, наверное, на автомате на BSD-шние ключи, потому что я к ним привык больше. Но, в принципе, конечно, надо пользоваться System5-скими, а они и линусу ближе. Так вот, PS-EF, например. Обратите внимание на то, что если мы посмотрим PS-EF, мы видим поле PID, процесс-идентификатор, который для всех процессов уникален. Как вообще столько процессов появляется в системе? Ну, принято считать, ну, это на самом деле так и есть, что самым первым запускается процесс с PID-ом-1, он называется init. Этот init является отцом всех процессов и запускает сам все остальные процессы, сколько их там ненавидит. Обратите также внимание на то, что есть поле PID, parent-pid, в котором написано, кто данному процессу отец. Ну, значит, для всех ядерных процессов мы дело пропускаем, они все являются просто трэдами ядра. А вот для всех остальных процессов родителям является либо init, поле 1, либо какой-нибудь другой процесс в системе. Например, вот этот процесс Авахи-демон-чрут-хелпер был запущен вот этим процессом Авахи. У него идентификатор родительского процесса, 607, да, вот он отсюда берется. Вот их тут много. Много-много-много. Вот это самое порождение процессов, может быть, имеет смысл коротко рассказать, хотя более подробно рассказывал, скажем, год назад, в похожем пульсе. Вот это самое порождение процессов еще со времен ранней Unix-овки устроено не атомарно. Если программа хочет породить новый процесс, она сначала выполняет системный вызов Quark, который, собственно, из одного процесса делает два. Это два совершенно одинаковых процесса, они отличаются только идентификатором, тем самым процесс ID. Ну и плюс, в каждой из них форк возвращает разные значения. В одной из них он возвращает 0, а в другой идентификатор другого процесса. Так они отличают друг от друга. При этом, как я уже сказал, это совершенно одинаковые процессы, в том числе у них одинаковые переменные окружения, о которых мы говорили в прошлый раз. У них одинаковые открытые файлы, то есть вот только что расфоркнутые процессы, у них открытые файлы все одни и те же. Вот вывод один и тот же. И они принадлежат одному и тому же пользователю. Тут надо вспомнить, вернее, не вспомнить, а, как бы это сказать, замесить, что самая первая колонка команды PS-EF указывает идентификатор пользователя, от имени которого запущен соответствующий процесс. Соответственно, когда процесс выполняет системный визерфорк, становится два процесса, все окружение, включая открытые файлы, идентификаторы и все остальное, сохраняется, меняется только процесс ID. Это половина, собственно, задач порождения процесса, потому что вторая половина – это, конечно, запуск, собственно, другого процесса, когда вместо данного просто запускается и ноль. Получается, что запуск процесса в Unix-системах вообще никак не связан с созданием заново вот этого всего окружения, с открытием каких-то дополнительных файлов, с переопределением переменных окружения, со всем-всем-всем-всем. Почему? Потому что вместо того, чтобы его создавать, оно просто сначала копируется при форке, а потом наследуется при экзеке. Программа, которая будет запущена с помощью системы вызова экзек, она просто унаследует все окружение, которое для нее было создано в форке. Тем самым мы всегда точно знаем, процесс породил какой. Правда, родительский процесс, например, может завершиться раньше дочернего, и поэтому нам непонятно, кто же будет родителем такого осиротевшего процесса. Родителем всех осиротевших процессов Linux является Enid. Видите, как тут много единичек. Этих единичек тут много, потому что, во-первых, потому что сам Enid запустил много процессов, а еще потому что каждый раз, когда процесс умирает, все его дочерние усыновляются Enid, у них папа становится равным одному. Чтобы посмотреть дерево процессов, по-моему, вот так надо написать. Вот, смотрите, если написать ключ J, то процессы будут переупорядочены не по process ID, как тут написано, да, а по тому, кто кого породил. Вот, видите, вот, скажем, вот он с MBD, и вот у них. Вот. Другой вариант вызвать с ключом минус-минус в Орест. Нарисует еще красивше. Вот, видите как. Вот это, пожалуй, самое правильное. Да, еще можно в конце концов поставить V, чтобы он, вот, видите, чтобы полностью, полностью, полностью в строках. Дело в том, что без ключа W, WI, PS обрезает по ширине экрана, а сейчас вот он, видите, прям все показал. Процесс запущенный. Вот, допустим, XFCE терминал, запустил какой-то GNOME PTY helper, еще он запустил баш, а этот баш запустил PS-EVVFOREST, то есть это, собственно, и есть наш терминал, оказывается. Вот такая цепочка запустивших друг друга процессов. Их тут в каком-то количестве есть. Вот тут вот, например, очень много. Вот. Ну и так дальше. Вот. Дерево процессов порожденное. Процессы, они открывают файлы, и они, собственно, и есть объекты, субъекты, которые осуществляют доступ к объектам системы. Вот. А еще они могут общаться друг с другом. Здесь я пропускаю большую часть того, что относится к программированию процессов под Unions, Interprocesses Communication. Вот. Там всякие общие память, сообщения и все остальное. Я останавливаюсь только на том, что нужно пользователю. Вот. Человеку, который вот надумал запускать процессы командной строки. А пользователю нужно научиться посылать процессы сигнала. Вот. Ну, даже не знаю, что тут такое. Давайте запустим какой-нибудь процесс. Ну, не знаю. Какой-нибудь Sleep 600. Вот у нас 600 секунд будет команда Sleep висеть. Откроем соседний терминал. Скажем, ПС минус Е. Вот он, наш Sleep. Давайте мы сделаем не минус Е, а вот как полагается. Минус Е, F, минус-минус Форест. Вот. Тут хорошо теперь видно. Значит, вот наш терминал. Он запустил Bash. Bash запустил Sleep. И тот же GnomePtyGreekHeld, нет, тот же XFC-терминал, запустил еще один Bash, в котором мы сейчас работаем. И в этом Bash мы запустим. Так что вот он, этот процесс. Вот он висит сейчас и ждет 600 секунд. Мы его можем убить, переслав ему... Мы можем послать ему сигнал. Например, по умолчанию сигнал... Кстати, какой сигнал по умолчанию? Сидеть. Си-кил, да? Сигант. Сигант, наверное. Вот. Если мы скажем килл вот этому процессу, где он тут? Слипал. Вот он. О, видите, там покрасняло, значит. Раз. Он получил сигнал. Ну, видимо, си-кил все-таки. И юно. Сейчас, давайте все-таки посмотрим. Мне что-то возникло сомнение. Какой сигнал в полуслаяц по умолчанию? Давайте посмотрим английскую документацию. Не написано. Си-кил, наверное, все. Ну, не важно. Давайте еще килл минус рт скажем. Нет, не си-кил, конечно. Си-кил. Си-кил посылает. Си-кил – это страшный сигнал. Который убивает все, что шевелится. Си-кил посылает. Ну, окей. Значит, и вот мы запустили какой-то процесс. Давайте еще раз. Ему мы можем послать другой какой-нибудь сигнал. Например, сиг-хаб. Минус-хаб. Какой тут? О, мы не посмотрели кому. А давайте сделаем так. Пидов слип. О, мы прибьем. При этом обратите внимание, что... Да. Этот сигнал наш процесс тоже обработать не смог. За него обработала его операционная система. А вот обработал он таким образом, что его остановило. Это почти всегда так. Если процесс не умеет обработать сигнал, его обрабатывает операционная система. Секунду. Соответственно, мы можем внутри программы запланировать обработчик сигнал. И тогда он сам обработает. Ему придет сигнал, и он его обработает. Сигнал – это не что иное, как сообщение, состоящее из единственного поля номера этого сигнала. Соответственно, передавать какие-то осмысленные, разнообразные сообщения нельзя. А можно только вот эти самые номера. Ну, вот видите, вот тут, что бы мы ни прислали, несчастный процесс слип останавливается. Ну, пример сигнала, который нельзя обработать – это секил девятый. Вот, просто не бывает у него обработчика. Или, например, сигнал, который приостанавливает процесс, завешивает его в таком состоянии, в состоянии такой специальном. Давайте мы ему скажем kill-stop. Стоп. А, нет, давай сейчас сделаем так. Press. Е. Minus minus е. Вот он, слип. Вот. Тут не виден статус. Давайте воспользуемся бездишным синтаксом, чтобы увидеть состояние. Состояние, слип плюсом, он ждет пока, он ждет пока случится тайм-аут из 600 секунд. Теперь мы его давайте, минус стоп, приостановим. Вот. Видите, он в состоянии T. T – это состояние как раз приостановки, возможно, от слова стоп, не знаю. И здесь будет написано, вот видите, процесс приостановлен. Вот. Shell умеет сам следить за тем, какие он процессы запускал, поэтому мы можем вызвать команду jobs и увидеть. Вот у нас один приостановленный процесс. Вот. Мы можем этот процесс заставить работать дальше. послав ему сигнал «продолжай работать». Не можем. А, ранен, все. Он работает. Вот. Если мы его сейчас убьем, не знаю, 14-м сигналом, например, 2000, он убьется. 20. 14-м сигнал – сигнал таймера. Он его тоже не умеет обрабатывать. Вот такие дела. Процессы могут передавать друг другу сигналы, если это, конечно, разрешено системой. Вот. Принимать их, обрабатывать или не обрабатывать, таким образом управлять. Обратите внимание на то, как именно был запущен процесс «слип» после того, как он был остановлен, а потом получил сигнал «сикконт». Он был запущен в фоне. В принципе, я могу сразу запустить процесс в фоне, написать что-то типа «слип», «слип», ну, не знаю, там, 700, и поставить в конце амперсентик. При этом могу продолжать работать. Командочка «jobs» скажет, что у нас есть одно запущенное задание, один запущенный процесс «слип» 700. Вот. Командочка «ps» минус «ef» нам покажет этот замечательный процесс «слип» 700, который там «psix», который вполне себе что-то делает, что-то ждет. Находится в состоянии «слип». Вот. И вообще этот процесс даже может вводить что-то на стандартный вывод. Единственное, чего не может фоновый процесс, в отличие от онлайнового процесса, это вводить. Вводить может только один процесс, а вводить сколько угодно. Вот. Ну, давайте его убьем. Убьем вот этот. Вот. Если мы напишем процесс, который делает что-то в фоне, а потом пытается что-то ввести, ну, например, вот такой. Допустим, «слип» 3, «рид» а, «эхо», «доллар» а. Вот такой процесс. Раз, два, три. Теперь он вводит а. И выводит а. Если мы попытаемся запустить такой процесс в фоне, что при этом произойдет? Запустится отдельная копия «шелла», которая будет интерпретировать вот эту программу. Но в тот момент, когда она будет выполнять операцию «рид», она... Два, три. Оп. В тот момент, когда фоновый процесс захочет читать со стандартного ввода, он будет приостановлен, потому что это делать нельзя. Со стандартного ввода можно читать только активный процесс. «Форграунд» и «бэкграунд». Вот фоновый процесс называется «бэкграунд», а активный «форграунд». Для того, чтобы сделать какой-то процесс, приостановленный процесс активным, можно сказать «фг» – «форграунд». Вот теперь она читает нашу «а», и теперь, видите, ничего нельзя было сделать, только нажать «Enter». Вот такие дела. Я что-то повторю это упражнение, чтобы было понятно. Напишем «эхо». Вот так вот, да? Вот. Вот оно ждет три секунды. Вот три секунды прошли, он вывел вот эту подсказку. И теперь он хочет ввести, но будучи запущенным в фоне, он этого сделать не может, пока я его не переведу в онлайн-режим, в активный. Для этого можно сказать «форграунд». Вот теперь я могу что-то ввести. Он что-то вывел, на этом все закончилось. Вот такое управление процессами с клавиатурой. А, нет, это пока еще не управление процессами. Мы говорили давно, тому назад, что процессу можно передавать сигналы прямо с клавиатуры, если эта клавиатура подсоединена к терминалу. Собственно, терминал отличается от абстрактного устройства передачи байтов тем, что он обрабатывает управляющие последовательности, как мы уже говорили, и он обрабатывает последовательности, которые мы посылаем с клавиатуры, интерпретируя их по-своему. Программочка stt-y-a с ключом минус-a нам напишет всевозможные свойства терминалов. Вот это свойства терминальной линии, что там делается, например, с переводами строк, с эхо. Помните, я эхо выключал и так дальше. А вот здесь назначение всевозможных клавиш, всевозможных символов, которые вы можете ввести из клавиатуры. Как правило, это символы не печатные, в основном Ctrl что-нибудь. Мы с вами помним, что, например, удаление всей строки целиком Ctrl-U, удаление одного символа в X-Space, ну и так дальше. Но главное, главное это то, что с клавиатурой можно посылать некоторые сигналы, как минимум два, нет, три. Сигнал Segend с помощью Ctrl-C. Слит 100. Вот он висит, нажимаю Ctrl-C, вот он остановился. Тут же. Сигнал Seekill, это Ctrl-Backslash, который убивает все. Кадыч. Видите, он написал выход, Seekill. Это не Seekill. Да? Сейчас, давайте посмотрим. Это какое-то другое. Kill-Ele. Там вообще бывает слово Seekill? Seekill, да, это третий сигнал. Вот, Seekill, это девятый, он тоже страшный. Вот. Соответственно, и... По-моему, еще... Вот, и Ctrl-Z, это посылка сигнала того самого Seekill, когда процесс зависает в состоянии приостановленном. Тем самым мы можем запустить процесс, приостановить его и сказать, чтобы он продолжал работать в бэкграунде. Вот он. Снова запустить еще один процесс, приостановить его и сказать, чтобы этот процесс тоже работал в бэкграунде. Вот они оба. Они работают сейчас в бэкграунде. Они оба работают, их можно там прибить или дождаться, пока они закончат свою работу. Это, в общем, не важно. Вот. Кстати сказать, можно прибить вот так. Командочка Kill-Ele и дальше имя программы убивает все процессы, которые запущены с правами данного пользователя, конечно. Вот. Имя которых совпадает. Немножко такая, ну, я бы сказал, экстремистская командочка. Мало ли, какие ваши программы захотят запустить процесс в слип. Вы их убьете все. Тем не менее, вот он их убил. Вот. Ну, довольно часто используется для управления процессами утилита топ. Выглядит она довольно красиво. Вот. Нужна она на самом деле, в первую очередь, для того, чтобы упорядочивать процессы по... по тому, сколько они пожирают ресурсов. Поэтому она называется топ. Вот. В данном случае, видите, больше всех ресурсов пожирает программочка, которая снимает скринкаст. Она съедает больше половины процессорного времени и довольно много памяти. Вот. Но, в принципе, вы можете там отсортировать, отсортировать... Ой. Сейчас, я не помню. К, что ли? Ф. Вы можете сказать там Ф и, скажем, отсортировать, ну, не знаю, по размеру виртуальному памяти. Вот. Так вот. Вот, видите, оказывается, тут еще петончик какой-то запущен, еще что-то запущено. В общем, сейчас у нас программа отсортирована по размеру, сколько виртуальной памяти они запросили. Вот. С помощью программы топ можно, например, прибить процесс. Посмотрим. Тут, допустим, slip700. Топ. Там где-то этот slip должен быть. Финтер. Нет, не то. Тоже не то. Ну, где-то он должен быть. Давайте попробуем. А, вон он. Вон он, вон он, вон он. Слип. Идентификатор у него 2865. К, это kill. 2864. 2864. 64, да. Все. Он получает сектерм, после чего прекращает работу. Кстати, сектерм, наверное, kill-то, написано на это. Kill-то, наверное, писано на это. Ну, вот. Вот он и умер. Сейчас посмотрим. Вот он и умер. Ну, вот. Значит. Так. Так, это я сказал, это я сказала. СТТ-велика я сказала. Вот. Значит, примерно все, что мы должны знать о процессах. На самом деле, конечно, мы должны знать о них гораздо больше. Но, тем не менее, процессы запускаются, имеют идентификатор процесса, имеют пользователя, который запустил этот процесс, имеют открытые файлы, еще что-то такое. Все это называется окружение. Окружение при порождении процессов наследуется, за исключением идентификатора, который, понятно, у родительского, у потомка будет. Идентификатор родительского отдельно. Вот. Теперь, собственно, мы подходим к самому главному, к самой главной на сегодняшний день теме. Это о том, как организованы права доступа процессов к файлам. На самом деле, немножко и друг к другу в Linux. Прежде чем рассказать про права доступа, давайте еще раз внимательно посмотрим на то, как устроены файловые объекты. Прежде всего, файлы и каталоги. Мы увидим, что файлы и каталоги можно использовать... Ну, это такое воображаемое использование. Это даже можно не смотреть. Мы и так это знаем. Файлы и каталоги можно использовать тремя способами. Во-первых, файл можно открыть на чтение. То есть, можно попытаться прочесть содержимое файла. Это отдельный способ использования. Во-вторых, можно попытаться записать что-то в файл. Это отдельный способ использования. В-третьих, мы этот файл можем запустить как программу. Мы это часто делаем. Мы про это говорили довольно много, что имя программы... То есть, некая команда в Shell, это, скорее всего, имя программы, которая будет запущена. Например, программа LS или программа PS. Вот ровно эти три способа использования файлов и отражены в так называемых атрибутах. Которые описывают, что с этим файлом можно делать. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь каталог слэшбим. Ну, не знаю. Там, давайте, не сходя с места, посмотрим LS. Вот, допустим, программа LS, та самая, с помощью которой мы ее и посмотрели. Эта программа... Будем рассматривать сейчас только вот эти первые три буквы. Все остальные буквы объясню чуть позже. Она, как ни странно, как это ни странно, разрешает чтение в этот файл. То есть, можно прочесть содержимое файла bin.ls. Запись в него и исполнение его. Вот это самое разрешение исполнения означает, что эта программа может быть запущена как программа по имени. Если, конечно, в каталоге path находится слэшбин. Ну, там находится. Вот эта запись означает довольно неприятную вещь, что содержимое этого файла можно менять. Сейчас мы поймем, почему это не такая неприятная вещь, как кажется. И, наконец, вот это r означает, что из этого файла можно читать. Обратим внимание, что... Ну, забегая вперед, скажу, что мы не можем записать в этот файл. В этот файл записать может только его хозяин, а это пользователь root, а мы не пользователи root, мы пользователь питун. Вот. Давайте тогда... Ну, тут, наверное, еще есть каталог bin какой-нибудь. Минус l. Вот здесь, наверное, даже более понятно. Вот нам, пожалуйста, какие-то файлы в каталоге bin, которые принадлежат пользователю питона. Тут уж точно я могу сказать, что во все эти файлы мы можем что-нибудь писать. Ну, например, у нас есть файл, оставшиеся от упражнений с питоном. Вот .pre. Прекрасный. И вот. Мы можем взять этот файл. И дописать что-нибудь в него. Что-нибудь такое. Эхо. Print. Ку-ку. Наши любимые. В этот самый файл. И эта операция нам будет позволена. Теперь этот файл содержит вот это. Более того, если мы его запустим. Он как-то вырубается. Ну и дай бог с ним. А, там два надо. Вот. Вот, пожалуйста. Вот это вот ку-ку. То есть мы взяли и дописали. Нам этот файл был открыт как на чтение. Об этом говорит то, что команда это выполнена. Так и на запись. Вот мы дописали в конец этого файла что-то. В принципе. В принципе. Мы можем взять какой-то файл. Ну, не знаю там. Файл. Напишем туда команду. Какую-нибудь какую-нибудь такую. Вот. Такую бессмысленную команду. Давайте создадим файл под названием O. Он у нас есть. Но мы его... Вот. Мы, по-моему, уже говорили. Если не говорили, я прямо сейчас покажу. Вот здесь есть... Я написал супернужный сценарий на Шелли, который сортирует календарь. Вот. Этот супернужный сценарий на Шелли можно попробовать запустить, сказав вот так. Для того, чтобы его запустить непосредственно, он должен... Во-первых, к нему нужно указать путь, или он должен лежать в каталоге, в каталоге, перечисленном в PAV. А во-вторых, он должен быть исполняемым. Этот файл неисполняемый, поэтому, если я пытаюсь его запустить, нам скажут, вам нельзя его запускать. Отказано в доступе. Что это значит? Это значит ровно следующее. Этот файл нельзя запускать. Для того, чтобы его можно было запустить, мне надо сказать, чмот плюс X. То есть, добавить в него, модифицировать его атрибуты таким образом, чтобы атрибут X в нем появился. Во-первых, он станет выглядеть вот так, его атрибуты, а во-вторых, он запустится. При этом, если мы скажем, чмот минус R этому файлу, то я не смогу его прочитать. Но смогу в него чего-то дописать. Как ни странно. Запустить я его, правда, тоже не смогу, потому что, собственно, мы помним, что запуск файла – это то же самое, что чтение из этого файла нашим процессом. Так что нет. Чмот плюс R, и мы получаем, вот, пожалуйста. Да, значит, мы можем его запустить. Вот. Если мы этот файл запрещаем его на запись, говорим, чмот минус V файл, тогда мы не сможем его записать. Вот и все. Файл, естественно, остается на минусе. В общем, ничего сложного. Три способа использования – запись, чтение и запуск для файла. Вот. Что касается каталога... Ну, давайте про каталог чуть позже. Для начала, собственно, про проводовство. И вот тут вот мы... Переходим к тому, как с помощью вот этих нехитрых приспособлений в Linux организованы права доступа. Смотрите. Итак, у нас есть понятие окружения процесса, в которое входит понятие идентификатора пользователя, запустившего этот процесс. Все файлы, все процессы, которые запускает один процесс, наследуют окружение. Это окружение можно менять, но не идентификатор запустившего пользователя. Когда мы запускаем процесс, когда мы запускаем дочерние процессы и так дальше, все процессы, которые мы запускаем, все процессы, которые мы запускаем, будут принадлежать одному и тому же пользователю. Это неизбежно. Вот. Таким образом, Таким образом, если мы введем не одну группу прав доступа, как мы сейчас это делали, а две, для себя и для других, Таким образом, пользователь может отдельно описывать, что с этим процессом имеет право он сам, файлом, и что с этим файлом имеют право делать другие пользователи, например, все в том же каталоге BIN, допустим, есть программа WC, которую мы много раз пользуемся, Хозяин этой программы, пользователь root, этот пользователь root имеет право сделать нечто, что угодно, с этим файлом, может писать, читать, запускать, а вот все остальные, это последняя тройка, все остальные имеют право только чтения и использования, То есть, мы можем эту программу запустить, давайте ее запустим прямо вот по пути Вот, мы можем эту программу запустить, мы можем ее, допустим, скопировать, вернее, прочитать из нее, только с вашего позволения, не на экран, потому что она бинарная Кстати сказать, это тот же самый файл скопированный Только ОО, извините ОО Сейчас ОО Вот, видите, у них размер одинаковый Запустить вот эту программу я пока не могу Но если я скажу чмот плюс X этой программе, то я смогу запустить И это будет программа VCP Мы ее просто скопируем в текущий каталог Видите? Вот Вообще, одно и то же правило CMP Сравним И одинаково Если бы они были разные, мне бы CMP рассказал об этом Ну вот, значит Итак А вот записать в этот самый BIN WC мы не можем Если мы скажем что-то типа эхо, ку-ку Ку-ку, вот в этот самый BIN WC нам скажут отказано в доступе Почему? Потому что Триплет для хозяина файла, для рута Говорит о том, что можно писать, читать, использовать А Триплет для чужих людей говорит только о том, что можно читать и использовать То бишь запускать Вот То, что я описываю Когда все объекты делятся на свои и чужие Называется субъект-субъектная модель прав доступа Идея состоит в том, что объект несет с собой просто информацию о том, кому он принадлежит И предоставление доступа к этому объекту происходит на основании На основании Сейчас На основании того Чей этот объект И что хозяин этого объекта запланировал для себя А что он запланировал для других Субъект-субъектная Модель доступа Когда Собственно Что это за объект Никакой роли не играет Играет роль только то Как субъект-хозяин распорядился действиями и правами Открытием или закрытием доступа для субъектов-нехозяин Субъект-субъектная модель прав доступа Обладает одним недостатком Который, собственно, связан с групповой работой Когда мы хотим, чтобы сразу несколько пользователей имели какой-то доступ к какому-то объекту В одноранговый субъект-субъектной модели Такое решение невозможно Поэтому в подавляющем большинстве случаев Субъект-субъектная модель В ней вводится понятие множественного субъекта Множественный субъект или группа Это Такая сущность Которой могут принадлежать Сколько угодно пользователей Не только один Не уникальный И наоборот Пользователь может быть членом сразу многих групп Тем самым мы Вводя множественного субъекта Должны ввести еще третий триплет Который описывает Во-первых, мы должны ввести Второе поле Какой группе принадлежит наш объект И во-вторых, мы вводим Еще один триплет В данном случае он второй Это для остальных третий Еще один триплет Который будет описывать Права членов вот этой группы Таким образом Мы получаем Три триплета Первый из них Определяет права доступа хозяина Второй из них Определяет права доступа членов группы Которой принадлежит файл Третий Определяет права доступа тех Кто не принадлежит группе И не является хозяином Соответственно, сканирование происходит так Сначала вот это Потом вот это Потом вот это Смотрите Пример Ну, тот же O LS минус LO Вот у нас есть файл Про который четко написано Что RX, RX, RX То есть он Всем запрещен на запись И всем разрешен на чтение использования Давайте мы его Разрешим для На запись групп Значит, смотрите Чмот Это пишется так Группа Плюс V Вот этот самый O Id Id я сказал Мы принадлежим Группе Python Файл принадлежит Группе Python Группе Python Разрешено Писать в этот файл Но Поскольку Триплет проверяется Слева направо Сначала проверяется Не являюсь ли я хозяином Если являюсь хозяином Применяется Первый триплет Дальше проверяется Являюсь ли я членом Группы Python Применяется Второй триплет И дальше проверяется Если не то и не другое Применяется Третий триплет То я вангую Что сейчас Право записи К файлу O Нам не будет дано Почему? Потому что я являюсь хозяином А для хозяина Работает первый триплет Вот если бы этот файл Принадлежал Кому-нибудь другому пользователю То А давайте это сделаем Давайте мы еще Немножко забежим вперед Если бы я помню пароль О, я помню пароль Я на время стану Пользователем Которому можно все Так называемый Суперпользователь И скажу Че он Ну допустим О Че он Какой-нибудь пользователь Команда че он Позволяет сменить хозяина Видите Обычный пользователь Не может сменить хозяина Только суперпользователь Про который речь Файл Теперь У этого файла Хозяин бин Он является Он принадлежит группе Python Текущий пользователь Который выдался Ид Принадлежит также Группе Python Вот она Ну вот Список групп Соответственно Когда будет определяться Право Доступ к этому файлу Я не являюсь его хозяином Зато являюсь членом группы И теперь Теперь Эта запись будет разрешена О Дайте Дозапишем еще раз Вот такие дела Более того Я могу попробовать Выключить Право записи Право исполнения User-X Этому файлу О Не могу С тех пор Как я поменил ему хозяина И не могу менять атрибуты этого файла Видите Я не являюсь его хозяином Хозяином является Бин Ну или суперпользователь Хорошо Сейчас мы суперпользователю скажем Чмот У user-X Этот самый файл О Что получится Получится, что Хозяин этого файла Не может его запускать Член группы может И все остальные могут Этот файл будет запускаемый Для пользователя Python Потому что он является Членом группы Python Давайте мы и в группе запишем Скажем G-X О Теперь этот файл Могут запускать Только все остальные А хозяин и член группы Python Не может Этот файл станет Незапускаемым для меня Потому что Я являюсь членом группы Python И меня не запрещено запускать Зато мне в него можно писать и читать В общем, такие вот прихотливые конструкции Можно Можно выстраивать С учетом прав доступа Имея в виду Что пользователь может быть членом Сразу многих групп Вот, например Тут он Член сразу многих Вот И в группу, разумеется Можно сходить Сколько угодно пользователей Так что, если вы хотите Организовать работу таким образом Что ваш файл могут читать Только члены определенной группы И не могут читать члены другой группы То, пожалуйста Вот вам Вот вам Инструмент Значит Команда chmod И команда chown Которая поможет менять группу Кстати сказать Есть еще команда chgrp Которая может менять Chown меняет пользователя А chgrp меняет группу Ну, например Не знаю там Что у нас есть В файле chgroup Firewall Это chgrp О, вот Парабельчик припустил О Теперь Кстати сказать Этот файл Не принадлежит пользователю Питон И не принадлежит Группе членов Которые являются Он опять станет Для меня запускаем Потому что Вот это x Есть только здесь Такие вот дела Обратите внимание Что Да, значит Чтобы закрыть эту тему Команда Закрыть эту тему Я сказал Команда chown Может менять сразу И И пользователя И группу Ну, допустим Не знаю там Нет, такое уже было Какие там еще бывают Ну, не знаю там Games Допустим Нет, не games Что-нибудь странное Мем Вот Кстати, файл etcgroup Как нетрудно догадаться Это файл В котором лежат Группы И список тех Кто является их членом Вот этот пользователь Python Является членом разных групп Типа Floppy, CD-Writer, Audio И так далее И именно это нам дает Именно это нам и дает Командачка ID Которая пользуется Python Ну, так вот Не знаю News какой-нибудь Да, значит News А командачка PSVD Файл etc.psvd Хранит как раз Информацию о том Какие у пользователей Идентификаторы Вот первое поле Это идентификатор пользователя Ну, не знаю Какие-нибудь есть коробки НТПД Да Вот Сделан что-нибудь Типа Чёвн НТПД Д Двоеточие Что там было Да, не знаю Нет Кто помнит Я не помню К3TC Громко Когда он специально посмотрел Забыл Ну, вон Не знаю Кусик какой-нибудь С СХД Неважно что Значит Чё он НТПД Двоеточие С СХД Ну, допустим Несчастный О Вот Ой Значит Ну вот Вот он принадлежит Черт знает кому Чё он С СХГРП Рассказал 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 Значит Единственное что Единственное что Хочется вспомнить Что В принципе Вот эти атрибуты Коих 9 штук Обычных И ещё 3 расширенных Или 4 Я не помню Можно представить В виде Просто числа По битовой записи Минус это 0 А не минус Это единица И представить их В восьмеричном виде Когда говорится Чмот Иногда говорится Чмот Что-нибудь такое CH мод Допустим 7 6 4 Вот это самое О Ну CH мод В одну В одну Смотр Вот Я вам сейчас скажу 7 Это значит RVX 6 4 Это значит RV И 4 Это X Это только R RVX 7 7 Число 7 RV 1 1 0 6 И R 1 0 0 4 Ну вот Такой способ Что же касается Работы с каталогами То тут все Несколько интереснее Что такое каталог Каталог Это всего лишь Такой файл Всего лишь Осуществляет каталог Таким образом Чтение каталога Это доступ К списку Файлов Имен И запись Это доступ К списку Имен Файлов А использование Каталога BitX Означает Право Преобразовать Имя В Инод В индексный Дескриптор То есть Получить доступ К самому файлу При помощи Каталога Вот Это означает BitX Использование Каталога Выглядит это Так Давайте Создадим Каталог Dir Вот Создадим В нем Много Файлов For For E In A B B C C D D D D D D D D D Date Dir Dollar E Да Я написал Цикл На шейле Кстати Dir Вот Есть Какие-то Файлы Давайте Мы даже Сделаем Вот так Чмот Плюс X Dir CC Ну И LS Minus L О Видите Они даже Разные Не надо Запускать Этот файл CC Это просто Для примера Что такое Доступ На чтение Это Возможность Сделать LS Что Такое Доступ На Использование Это Возможность Получить Доступ К индексному Дескриптору Лежащему В данном Каталоге Например Сделать CD Если Если Мы делаем CD В Дир Вообще Говоря Выполняется Доступ К индексному Дескриптору К индексному Дескриптору Вот этого Вот этого Имени Имени Точка Помните Было задание В прошлый раз Почему У каталогов Так много Имен Вот Ответ Теперь Наверное Понятен Что у них Много имен Потому что у них Много имен Любое имя Точка И любое Ими Две точки Означает Этот каталог Означает Родительский каталог Вот Так вот Если Мы сейчас Да И доступ К файлу Кат Дир А Допустим Если мы сейчас Запретим этот файл На чтение Чмот Этот каталог Чмот Минус x Дир То мы Получим ситуацию Когда мы Не можем Получить список Файлов А Нет Минус x На использование Если мы Запретим Доступ На использование Мы можем Получить Список Файлов Но не Можем Получить Доступ К самим Файлам Что это Значит Это значит Что Список Вот у нас Есть А что Это за Файлы Доступ К инстинк Дескрипторам Нам Без Бита x Давайте Минус l Вот видите Ничего не знаю Говорит нам Про этот файл Почему Потому что Каталог наш Д Недоступен Для использования Невозможно Превратить Имя файл В индексный Дескриптор Имена При этом Есть А как Кстати Получить Эти имена Без Сообщения Об ошибке Ну надо Просто Командочку ls Которая На самом деле Которая На самом деле Это ls Минус Минус Колор А колор Зависит От того Какой Тип Файла Запускать Вот так bin ls Dir Вот тогда Будет все Хорошо Никакое Сообщение Ошибки Не возникнет Потому что Обычно ls Не захочет Получить Доступ К файлу А ls Минус Эль Например Захочет Получить Доступ К файлу Мы увидим Вот такой Давайте Сделаем Обратно Chmod Плюс x Наш Dir Теперь Его можно Использовать Hmod Минус R Теперь Мы имеем Право Получать Доступ К файлу По имени Но не имеем Права Посмотреть Содержимое Каталога То есть Если мы Знаем Какие там Файлы Мы можем Получать К нему Доступ Вот так Мы можем Записать Зная Что этот Файл Называется А Вот Но Получить Ls Минус Минус Ld Dir Но получить Доступ К списку Файлов Мы не можем Потому что Мы сами Себе Это запретили Такие Вот дела Тут Есть Один Маленький Нюанс Как Сказал Монстр Из Из Рассказа Роберта Шекля Призрак 5 Что ли Призрак 7 Я совершенно Не собираюсь Тебя причинять Вреда Я только Собираюсь Тебя съесть Так вот С точки зрения Файловой системы Удаление файла Точнее удаление Имени файла Не является Причинением Файла Вреда Поэтому Вы можете Удалять Любой файл Из своего каталога Если вам Разрешен Доступ На запись Даже если Этот файл Чужой Смотрите Вот у нас Есть файл О Который вообще Не ваш И вам Он только На чтение Тем не менее Мы его Можно удалить Все Его нет Любой Файл Из каталога К которому Вам Разрешен Доступ На запись Можно удалить Даже если Этот файл Чужой Вот Последнее Что нужно Сказать Нет Две последние Вещи Которые Нужно Мекком Упомянуть Первое Состоит В том Что в системе Есть Как я уже Говорил Целых Два Каталога В котором Обычному Пользователю Разрешено Записывать Смотрите Теперь мы Это знаем Не один Из этих Каталогов Ровно Один из Этих Каталогов В корне Устроен Устроен Таким Таким Образом Что Для Вас Как для Пользователя В данном Случа Питон Есть Право Записи В него Это Не каталог Это Ссылка Вот Это Каталог ТМП Единственное Куда Разрешено Обычному Полису Записывать Из Подкаталога В корневого Каталога Это Каталог ТМП Второй Каталог Это Собственно Ваш Домашний Каталог Каталог Находится Обычно В Home Python Тут Немножко Сифровая Система Немножко Перенастроена Но это Неважно Это Ваш Домашний Каталог Вот В нем Вам Разрешено В нем Нам Разрешено Писать Читать И он Принадлежит Вам Вот Ваш Триплет Ключик Д Означает Директор То есть Если я Его Уберу То мы Посмотрим Содержимое Каталога А если Я его Не Уберу То мы Посмотрим Собственно Права На Сам Каталог Вот Два Каталога В системе В которые Разрешено Писать Обычному Пользователю Это Его Домашний Каталог ТМП Но Поскольку В ТМП Можно Писать Всем Возникает Вопрос А удалять Тоже Можно Всем Мы Только Что Убедились Что Удалять Чужие Файлы Можно Это Каждый Туда Положит Файлов А Потом Каждый Оттуда Их Всех Удалит Есть Такая Проблема Поэтому Специально Для того Чтобы Эту Проблему Да Посмотрим Давайте Посмотрим Еще раз Минус Л Д ТМП Видите РВХ 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 Сейчас Расскажу Все Пользователи Имеют Право Писать В каталог ТМП Он Еще Видите Зелененьким Помечен Из-за Но Для Того Чтобы Пользователи Не имели Права Оттуда Удалять Специальный По-моему Десятый Атрибут Не помню Какой он По счету Бит Так называемый Бит Т У данного Каталога Взведен И Это собственно И означает Что С файл Там создавать Можно Просматривать Его можно А вот Удалять файл Который Не прилежит Вам Нельзя Ну Скажем Вот этот Вот Систем Дэч Вот Видите Нельзя Ничего Было Делать С ним Этот файл Не принадлежит Вам Удалять Несмотря на то Что Это каталог Правда Неважно А Давайте Мы Прям Заведем Отсюда Давайте Так Сделаем Дэйт 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 Дэнк Вот 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 Да Один файл По О Несмотря на то Что сам каталог Давайте Минус Минус А Чтобы было Видно Несмотря на то Что сам каталог Вот он Разрешен Вам на запись Вы не можете Из него удалить Чужой файл Потому что В нем Специальный Бит Т Стоит Надо Говорить Чему От Плюс Т И Все Будет Хорошо И Вы Таким Образ Защитите Свой каталог От Удаления Из него Ваших файлов Даже если Этот каталог Доступен Всем на запись Вот Эта операция Не позволена Именно потому Что Ей сказали Чмот Плюс Т Ну вот Значит Пару слов Не пару слов Три слова О Вот этом Самом Руте Волшебном Волшебном Пользователе Который Называется Рут Смотрите Все хорошо С этой схемой Но она Слишком С схемой Порождения Процессов И наследования Окружений Все хорошо Кроме того Что она слишком Правильная Сколько у нас Еще времени Мы когда Начали О Отлично Я все Успел Значит Она слишком Правильная Мы В действительности Не можем Процесс Пронежающий Пользователю А Не может Породить Процесс Пронежающий Пользователю Б Вообще Тогда Внимание Вопрос Откуда Все эти Разные Пользователи Здесь В таблице Процессов Ответ Следующий На самом деле В Unix Системе Используется Множественная Субъект Субъектная Модель Прав Доступа С Так Назваемым Доверенным Субъектом Доверенный Субъект Он же Пользователь Root Имеет User 1.0 И Вот этот User 1.0 Дает ему Право Игнорировать Практически Все Свойства Предназначения Файлов Которые Прописаны Файлы То есть Если Обычный Пользователь Ну давайте Так Сделаем Вот у Нас Обычный Пользователь Может Сделать Файл Который Сам Потом Не Сможет Прочитать Нет Такого Ну хорошо Date O Sashmod 0 O Смотрите С этим Файлом Ничего Нельзя Делать Он Запрещен На чтение Запись Всем Любой Пользователь При попытке Что-то Сделать С этим Файлом Получит Отказ То Пользователь Root Во Пользователь Root Имеет Право Прочесть Этот Файл Все Равно Записать В него Видите У него Длина Увеличилась В два Раз Был 33 Стало 66 Потому Что Там Теперь Две Даты Лежат Сейчас 3 99 Вот Несмотря На то Что Ему Запрещено Это Делать Ну Потому Что Всем Запрещено Это Делать Файл Имеет Дурацкие Права Доступа Никому 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 Это Единственный Субъект Системы Которому Позволено Делать Такие Штуки Соответственно Получение Прав Суперпользователя Получение Прав Рута Это Вожделенная Мечта Всевозможных Хакеров По этой Причине Ситуации При которых Эти права Можно получить Тщательно Охраняются На боевых Системах Еще Тщательно У нас Тут Демонстрационная Система Тут Относительно Просто Получить Права Суперпользователя Надо Всего Лишь Его Порой Знать Всего Лишь Хотя Конечно Если Файл Запустить Нельзя То Давайте Попробуем Вот У нас Есть Файл Сейчас Мы Удалим Еще Раз Можно Удалить Файл Даже Если Он Не Ваш Cut О Допустим Date Ну и что Нибудь Date Плюс Процент Не знаю Мы Да Вот Ну просто Такой Файл И этот Файл Запустить Нельзя Даже По полному Пути Да Home Python О Потому Что Его нельзя Запускать Он Незапускаемый Так вот Несмотря на то Что пользователь Root Имеет Право Нарушать Все права Доступа Он не Сможет Запустить Такой Файл По крайней Мере Сразу Вот Он Файл При попытке Его запустить Возникнет Тот же Самый Отказ Доступ Как Это Я Root А мне Отказывают Доступ Ну Потому Что Если Этот Файл Не надо Запускать То Его Не надо Запускать Другое Дело Что я могу Сделать Вот Так А поскольку Я Рут Я могу Изменять Любые Атрибуты Любых Файлов И теперь Он запустится Вот Root Чтобы получить Права Рута Например Можно выполнить Команду Су Минус Вот Только Надо Пароль Знать Вот Я знаю Обратите Внимание Что Су Это Как бы Stay User Сделаться Пользователем Су Минус По стандарту Получает Не только Права Пользователя Но и Запускает Его Shell Устанавливает Его переменное Окружение И так далее Опять же По тому Самому Стандарту Если скажете Просто Су То вы Получите Shell Чужой А переменное Окружение Например Те же Самые Как были У пользователя Это Не очень Безопасно И в принципе Это не разрешено Вот Другое дело Что в большинстве Операционных систем Кроме Там Нескольких Замороченных Безопасностей Вроде Альтлинукса Су Работает Так же Как Су Минус Из чего Возникают Некоторые Проблемы Ну Ну Неважно Су Помимо Су Еще Есть Команда Суду Она Более Тонкая С помощью Команды Суду Можно Настроить Какие Команды Зарешено Пользователю Запускать С правами Суперпользователя И так Дальше Вот Но это Отдельная Тема Лучше Я сейчас Скажу Про другое Смотрите Допустим Нам нужно Запустить Программу С правами Суперпользователя Для чего Это нам Может быть Нужно Это Может быть Нужно Для трех Вещей Первое Эта Программа Использует Какие-то Объекты Системы К которым Доступ Вам Лично Запрещен Типичный Пример Допустим Программа Пинг Упс Отказан Доступ Только Она в Бин Лежит О Ее Можно Запускать Только Руту Ну Это Непорядок Сейчас Мы Сделаем Сейчас Мы Поправим Да Что Ты Будешь Делать Тороплюсь Не Торопись Паблик А Давайте Прямо По очереди Значит Смотрите По умолчанию Программу Пинг Можно Запускать Только От Рута Она Запускается Вот Где ее Атрибуты Вот ее Атрибуты С помощью Скрипта Control Который В Altlinux Управляет Разными Способами Использования Разных Подсистем Мы можем Сказать так Пускай Нашу программу Ping Будут Запускать Только Члены Группы Нет Админ Control Ping Нет Админ Как вы думаете Что при этом Произойдет Правильно Ping Станет Доступным На запуск Группе Нет Админ Вот Начнение Правда Недоступно Тут правда Появилась Волшебная Буквочка С Про нее Я как раз И хотел Рассказать Ну и наконец Если мы скажем Control Ping Public Он станет Доступен На запуск И Членам Группы И Всем остальным Группу Нет Админ При этом Уберут Потому что Все равно Все могут Его запускать Правда Ни на чтение Ни на запись Он Недоступен Только на запуск И теперь Этот Пинг Будет Работать С Обычного Пользователя Вот Пожалуйста Зачем Программе Ping Нужны права Суперпользователя Программе Ping Нужны права Суперпользователя Чтобы Посылать В Сеть Пакет Уровня IP Пакет Протокола SMP Обычный Пользователь Сделать Это Не Можно Обычный Пользователь Может Только На уровне Прикладном Создать Списоединение На уровне Транспортном Создать Списоединение Даже Открыть Сокет И Все Вот Роу Сокет Это такой Так называемый Или Роу Пакет Послать Прямо В Ethernet Интерфейс Обычный Пользователь Не может Может Делать Только По этой Причине Давайте Внимательно Разглядим Разглядим Программу Ping По этой Причине В У Программы Ping Наличествует Так называемый S-Bit Или Set Uid Бит Это Вместо Буквы С Рисуется Буквы Х В первом Триплете Рисуется Буква S На самом Деле Это Просто Еще Один Бит Боюсь Соврать Одиннадцатый Или Двенадцатый Или Тринадцатый В атрибутах Этого Файла Вот Который Означает Буквально Следующее Если При запуске Обычной Программы Ну Например Bing Card Если Если При запуске Обычной Программы Порождаемый Ею Процесс Будет Принадлежать Тому же Пользователю Которому Принадлежал Родительский Процесс Породивший То при запуске ситуидной программы, порождаемый ею процесс, будет принадлежать тому пользователю, которому принадлежал файл, то бишь пользователю ROOF. Таким образом, у нас появляется метод управления запуском программ с другими правами, если администратор самолично расставил эти ситуид биты для тех программ, которым обязательно нужно быть запущены с правами суперпозит. Их в количестве. Вот есть какие-то mount-on-mount. Есть программа SU, естественно, как стать суперпользователем, если ты не нарушаешь права суперпользователя. Вот. Ну, собственно, все. Больше нет. Еще есть Visergen, наверное. Ну, кстати, не так много. Ну, и к серверу, наверное, хочет куда-то ходить. Ну, в общем, вот. Итак. Если программа при... Если программа... Файл с программой... Давайте посмотрим на наш пинг. Если файл с программой помечен ситуид битом, то при запуске процесса из этого файла, хозяин этого процесса будет тот пользователь, которому принадлежал файл, в данном случае ROOF. Еще один объект просто пристального желания всех хакеров заиметь ситуидную программу, которая запустится от ROOT-а и в ней что-нибудь написать. Вот. Поэтому чем меньше их в системе, тем лучше. То же самое относится к получению группового идентификатора. Значит, процесс, как видите, у нас при запуске... При запуске процесса... Сейчас, PS, MCEF. Помимо... А, ну тут не написано. Но вообще говоря, при запуске процесса, помимо идентификатора пользователя, отмечается также идентификатор группы, которому этот процесс принадлежит. И тут есть одна забавная штука. Вы можете запустить процесс сетгидный. То есть у него будет... Сейчас покажу это место. У нас есть MSL, USL, BIN, PSVD. По-моему, так вот здесь. Вот. Вот этот процесс сетгидный, PSVD. У него идентификатор... Он принадлежит пользователю ROOT, группе SHADOW. И при запуске, кто бы не запустил этот процесс, группа этого процесса будет иметь... Этот процесс будет считаться принадлежащей группе SHADOW. Это довольно удобная вещь. Сетгидные процессы связаны вот с чем. Например, вы включите игрушку. Эта игрушка ханит где-то highscore. Вам нужно, с одной стороны, знать, какой пользователь играет в игру. А с другой стороны, сделать такой файл, в который бинарник этой игрушки мог бы записывать highscores для любых пользователей. Очень просто. Вы делаете сетгидную игрушку. Она получает группу ID Games. Файл делается доступным на запись группе Games. И просто так подредактировать свои рекорды человек не сможет, потому что файл ему не принадлежит, и он не является членом группы Games. А сетгидный файл с вашей игрушкой может туда записывать. И при этом, кто бы не запустил эту игру, он сможет только посредством запуска этой игры записать в файл рекордов какие-то рекорды, потому что... То же самое относится к файлу PASWD. Смотрите. Наш файл PASWD всегда открыт для чтения. Это, конечно, очень здорово. Мы теперь знаем идентификаторы пользователей, мы знаем, где у них домашние каталоги, что у них вместо шела и так далее. Вот в этом месте раньше лежал пароль. Потом в этом месте лежал зашифрованный пароль. Потом все-таки решили, что зашифрованный пароль на чтение открывать нехорошо, и переложили его в файл, собственно, etc.shadow. Я не знаю, есть ли в AltLinux etc.shadow, потому что... Потому что... Потому что... Есть. Но там тоже нет пароля. Вот в этом месте лежит зашифрованный пароль. В отличие от файла PASWD, который доступен всем на запись. На чтение. На запись никому. Файл etc.shadow по идее должен быть доступен на чтение и запись только руту, а на самом деле на запись не обязательно. Но усилиями команды OpenWallLinux, это такой очень-очень секьюрный Linux, высокосекьюрный, в дистрибутивах команды AltLinux с момента ее зарождения реализована другая схема хранения паролей, связана вот с чем. Представьте себе, зачем вообще вам хранить все пароли, все пароли, ну хорошо, все зашифрованные пароли, в одном и том же файле. Это очень плохая идея. Гораздо лучше, если бы это было в разных файлах. И вообще, представьте себе, что мы взломали какого-нибудь пользователя, ну не знаю, какого-нибудь. И от этого пользователя запустили программу PASWD, которая взяла и пальцами полезла вот этот файл etc.shadow, менять там пароль. Ну, мало того, что мы этот пароль можем сдампить и просто открытым текстом отправить пользователю, мы еще можем взять и получить вот этот файл с шифрованными паролями и на своем суперкомпьютере три месяца их расшифровывать. После чего получить пароли. Внимание, для чего? Человек вообще, говоря, человеку запустившему программу PASWD не нужно иметь доступ ко всем паролям, нужно доступ иметь к своим паролям. Вот для этой цели в Alt-Linux изначально в OpenWall изобретена такая штука, как Trusting Computing Base сокращенно tcb, в которой все файлы shadow распилены на части и у каждого файла shadow у каждого пользователя есть свой собственный файл shadow, который лежит вот так. Вот. И там действительно лежит там действительно лежит дать я временно поменяю. А, какая-то умная. Ну вот, давайте вот этот пароль сделаем. Главное не забыть. Вот. Теперь, значит, ну вот, давайте посмотрим, должен быть поменяться. Вот только что поменялся. Вот там уже лежит имя пользователя, зашифрованный пароль, точнее от него хэш, который невосстановим. На самом деле, пароль из этого хэша получить очень тяжело, если даже и возможно. И время, когда он был изменен. Вот. Теперь, прекрасный пароль, кстати. Во-первых, легко запомнить. Giggle allowed hole. Только 9.6. А во-вторых, он достаточно секретный, вертимый. Вот. Теперь вот этот распиленный, распиленный на части, распиленный на части shadow устроен таким образом, что если пользователь взломает программу по СВД, то он получит доступ к файлу со своими паролями. Теперь, внимание, вопрос. Почему обычный пользователь вообще не может получить... Давайте попробуем это проверить, и на этом, собственно, мы сегодня закончим. Почему вообще обычный пользователь вообще не может получить доступ даже к своему файлу? Просто так. Минус L, etc, 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 A, минус D, естественно. Каталог etc, etc, принадлежит пользователю root, и перейти в него может только процесс, принадлежащий к группе shadow. Таких процессов нету. Пользователей, принадлежащих к группе shadow, нету. То есть, если мы не допустим какой-то сетгидный процесс, ни один процесс, кроме процессов, принадлежащих к суперпользователю, не сможет войти просто в этот каталог. Кстати сказать, даже если он сможет войти в каталог, он даже список пользователей не сможет получить по причине отсутствия бита R. Итак, если это не root-овый процесс, То никакими силами, кроме как, будучи, если этот процесс принадлежит группе Shadow Он не может зайти в этот каталог, не говоря уже о том, чтобы получить доступ под каталог И вообще никто, кроме рута, не может получить доступ к списку файлов Хорошо, ну рут-то может Давайте посмотрим ls-l, zdc-tcb Вот оно что Ну, минус ла Вот оно что Итак, у нас после того, как наша программа по свд, которую, напоминаю, сетгидная То есть процесс, запущенный нами, будет запущен от нашего пользователя, но принадлежать группе Shadow Эта программа по свд сможет перейти в каталог e-tc-tcb Потому что он принадлежит группе Shadow и разрешен на использование Сможет получить доступ к подкаталогу с именем пользователя, равным нашему имени Потому что она не будет смотреть список файлов в этом каталоге и нельзя Но она точно знает, что там есть каталог с именем Python Туда она перейти сможет, потому что у нее RVX относительно пользователя Python И там будет лежать файл Shadow, доступный пользователю Python на записи на чтение Таким образом, к этому файлу на записи на чтение может получить право доступа только процесс А. запущенный от пользователя Python И Б. при этом являющийся членом группы Shadow Таких процессов в системе может быть условно один Если не считать рутовых, конечно Эта схема называется SetGid Directory Traversal И состоит она в том, что между нами и целевым файлом Ставится в качестве преграды каталог Который обычным способом вообще никак не преодолеть В силу вот этого А преодолеть можно только в том... Где он каталог-то? Вот, в силу вот этого А преодолеть можно только в том случае Если мы запустим SetGidный процесс Который получит права на преодоление, на вход в этот каталог А дальше уже все идет своим чередом В этом каталоге есть подкаталог В этих каталогах есть файлы Эти файлы доступны обычному пользователю на записи Но только вот пролезть мы не можем Такая вот хитрость Чтобы закончить эту тему и на этом, собственно, сделать паузу Скажу, что есть еще одна небольшая хитрость Связанная с тем, что вы можете Вы можете, допустим, вот здесь вот, скажем, каталог сделать А, у нас есть каталог, где? А Сашмот 755 дел Вот, 755 это RVX, RX, RX, RX Такой типичный набор битов для каталог Так вот, смотрите Если мы являемся членами пользователей всевозможных Давайте мы скажем ему, скажем, вот этому каталогу GRP CDWriter DIRP Минус AL DIRP Теперь он будет членом группы Теперь этот каталог будет принадлежать в группе CDWriter И если мы скажем, чему G+, S CDWriter G+, S Вот этот самый DIRP Видите, вот SetGidный каталог То любой файл, который в этом каталоге будет организовываться Получит группу CDWriter в качестве В качестве группы по умолчанию Вот Это довольно удобно, если вы хотите, чтобы Допустим Члены определенной группы имели доступ К этим файлам Ну, короче Такая мелочь, но приятно На самом деле Вот предыдущая схема SetGid Director Retroversal Гораздо более интересная И открывает некоторые Некоторые Пути к построению безопасности Вот Ну, в частности Мы избежали Мы избежали Присваивания программе ПСВД Ситуид рута Потому что Если бы мы работали с общим файлами Был бы именно так Вот Домашним заданием Будет Еще раз Для себя Себе представить Как работает технология SetGid Director Retroversal Вот Я даже на экзамен Наверное, буду это спрашивать На чем, наверное, спасибо всем Вот Я На этом Заканчиваю И в следующий раз У нас уже Мы, видимо, заканчиваем Или, по крайней мере Плавно переходим от командной строки К другим Другим инвариантам Работы нашей системы Ну, вот Нет, возможно Еще Там будет видно Возможно Мы еще поговорим про Хотя Ну, не знаю